По аналогии с утильсбором, крагандинские предприниматели одними из первых заявили о необходимости передать функции оператора маркировки товаров государству, а также отказаться от маркировки некоторых товаров. По их опыту, нововведение не только не оправдало себя, но и в целом может нанести удар не только по бизнесу, но и по карману потребителей. Ирина Вобещевич расскажет подробнее. Сейчас именно вот этой маркировкой, которую ввели с 1 ноября, нас хотят просто уничтожить и все. Программа абсолютно сырая, абсолютно не разработана, даже видно, что она разработана не специалистами. Гульнара Сынбинова, частный предприниматель, она уже 10 лет возит обувь из Италии. Когда с 1 ноября прошлого года ввели обязательную маркировку обуви в Казахстане, то уже тогда стало ясно, что товар взлетит в цене. Хотя убеждали, что максимум удорожания будет в третинге, а делать предпринимателю почти ничего не нужно будет. Зато, по примеру, вводимой в странах ЕС маркировки, в стране произойдет на 70-80% сокращение теневого оборота, что позволит создать дополнительный рынок сбыта в сумме 900 миллиардов тенге для добросовестных производителей и импортеров. По факту, все оказалось не так. Мало того, что произошло, и еще и произойдет подорожание, так и сама марка, по сути, это Филькина грамота. Когда вышла марка, мы увидели, что на ней написано. На ней стоит код Датаматрикс, GT-номер, стоит изготовитель улицы Терешковой, 17. Нет ни модели, ни размера, ни цвета. И внизу стоит просто маленькими буквами страна ИТ. Я считаю, это полный обман потребителя. Маркировка выдает недостоверную информацию. Неожиданно для себя Гульнара стала производителем итальянской обуви. А место фабрики – это ее квартира. И так по каждому пункту. Данную проблему можно сказать, что в первую очередь подняли наши предприниматели Караганды, которые акцентировали внимание на то, что маркировка обувной продукции приведет к тупику. Оператором у нас является по данному вопросу Казахтелеком. То есть об этом даже глава государства говорил, о том, что те государственные функции, которые платежи дополнительные, которые выставляются в адрес предпринимателя, необходимо передать под ведомство государства. Оператор до сих пор не создал должным образом систему маркировки. По словам предпринимателя, не налажена с ним связь и, по сути дела, на бизнесменов свалилась ненужная работа, за которую они в итоге расплачиваются вместе с конечным потребителем. Вопросы были обобщены и на днях озвучены Мажрисвуман Данией Еспаевой. Она напомнила, что единым оператором маркировки и прослеживаемости товара определен АО «Казахтелеком», 49% которого принадлежит частным структурам. Еспаева провела аналогию с утильсбором и роб, в отношении которых глава государства поручил разобраться и обеспечить поступление платежей государству, а не частным лицам, получившим монополию за счет государственного регулирования. Почему обязательные платежи, которые вводятся от имени государства, почему эти платежи, а по сути налоги, поступают в частную компанию оператора маркировки? Маркировку товаров как механизм борьбы с теневым товаром нужно применять только для подакцизной группы, уверена депутат, что и применяется в международной практике. Пример тому – пилотный проект прошлого года, когда введение маркировки привело к удорожанию молочной продукции на 35%. В результате от нее отказались. На очереди и другая продукция, но парадоксальным образом фискальные органы отказались от маркировки алкогольной продукции, где всегда была самая высокая доля контрафакта. То есть именно там, где нужен контроль, маркировку убирают. На наш взгляд, этот вопрос требует внимания антикоррупционных органов. Упомянуто, что Такаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета уже предлагал отложить введение обязательной маркировки товаров и более внимательно изучить этот вопрос. Однако правительство продолжает его внедрять. То есть пойдет в разрез всем словам президента. Он говорит, что слышащее государство. Нас не слышит ни одно министерство, нас не слышит ни один представитель, как говорится, власти. То есть мы куда только не обращались, а куда только не писали, где только не просили, чтобы нас выслушали, пришли, вникли в это все. У меня есть полная видеозапись всех дней, которые я делала маркировку. Все зафиксировано на видео, чтобы люди видели и понимали, что это вот на словах все просто и быстро. А это не просто и не быстро.